Сразу же после начала Великой Отечественной войны правительство Великобритании и США выступили с заявлением о поддержке борьбы народов СССР. Нужно сказать, конечно, что нападение Гитлера на Советский Союз позволило британцам вздохнуть с облегчением, потому что не случись этого нападения, Великобритании пришлось бы очень и очень туго. 12 июля 1941 года в Москве было заключено советско-английское соглашение о совместных действиях против Германии. Это был первый шаг в создании антигитлеровской коалиции. Юридически антигитлеровская коалиция была оформлена 1 января 1942 года в Вашингтоне, когда после удара японцев по американской базе Перл-Харбор на Гавайях представители 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций о борьбе с агрессорами. В ходе войны к декларации присоединилось еще более 20 стран. Нужно сказать, что удар Японии по Перл-Харбор полностью превратил Вторую мировую войну по-настоящему в мировую, потому что до этого она была евразийской. Кстати, история с Перл-Харбор до сих пор очень и очень темная. По-видимому, Рузвельт прекрасно знал, что японцы собираются нанести вот этот вот страшный удар, но ему нужен был повод для того, чтобы Соединенные Штаты вступили в войну, потому что на выборы, на которых последние выборы, которые он выиграл, он клялся и божился, что Соединенные Штаты не будут участвовать в мировой войне, если их не вынудит обстоятельства. И вот эта вот бомбардировка Перл-Харбор, она в этом плане решала его проблемы и проблемы той части американского эстеблишмента, который хотел войны. По иронии судьбы, 11 сентября 2001 года, когда долбанули по башням-близнецам, в этот день закончила свою работу комиссия по выяснению истории с Перл-Харбор. И историки пришли к выводу, что японские торпеды были настолько низкого качества, что они не могли пробить броню самого крупного корабля Соединенных Штатов, где и погибло больше всего людей. И что взрыв, по-видимому, произошел внутри самого корабля. То есть, если они правы, то был внутренний взрыв, который должен был помочь создать впечатление японской атаки. На мой взгляд, это ирония истории, что это произошло в момент взрыва башен-близнецов, с которыми тоже практически, ну понятно, что официальная версия критики не выдерживает. Иными словами, вот этот инцидент с Перл-Харбор, он находится в череде таких же инцидентов, как взрыв 1898 года, взрыв американского судна «Мэн» на Кубе, после чего американцы объявили войну Испании. Танкинский инцидент 1965 года во Вьетнаме, после чего американцы начали войну со Вьетнамом, ну и 11 сентября. Как бы то ни было, нападение японцев на Перл-Харбор сделало войну по-настоящему мировой. И повторяю, 1 января 1942 года в Вашингтоне была юридически создана антигитлеровская коалиция. Еще 18 июля 1941 года советское правительство поставило перед Великобританией вопрос об открытии Второго фронта на севере Франции. Однако, британцы отклонили это предложение, Черчилль сказал, что это возможно будет только года через два, через три. Я напоминаю вам то письмо, которое Черчилль написал фон Клейсту в 1938 году в сентябре, когда он сказал, что надо Гитлеру дать будет порезвиться 3-4 года и только после этого решать его проблему. Трудно складывались отношения и с США. Сенатор Трумэн, будущий президент Соединенных Штатов Америки после смерти Рузвельта, заявил, что нужно помогать России, если будет побеждать Германия, нужно побеждать Германию, если будет побеждать Россия, то есть нужно, чтобы эти две страны вымотали полностью друг друга. Тем не менее, 2 августа 1941 года правительство США приняло решение о помощи СССР. А в сентябре 1941 года СССР заявил о том, что окажет помощь французскому народу в борьбе с Германией. Но, разумеется, это было некое заявление, потому что на тот момент Советский Союз французскому народу в борьбе против Германии помогать не мог, да и французский народ не очень хотел воевать с Германией. Французы хотели жить спокойно. В сентябре 1941 года Советская делегация участвовала в межсоюзнической конференции в Лондоне, где обсуждалась Атлантическая хартия. Отметьте себе, пожалуйста, этот документ. Атлантическая хартия – это документ, подписанный Великобританией и США в августе 1941 года о принципах устройства мира после победы над нацистской тиранией. То есть, британцам и американцам уже в августе 1941 года было понятно, что Гитлер войну не выиграет. Впереди еще много боев, много войны, но Гитлеру войну не выиграет после того, как он не сокрушил Советский Союз в течение двух-двух с половиной месяцев. В конце сентября-начале октября 1941 года состоялась Московская конференция трех держав СССР, США и Великобритания, где было достигнуто соглашение о передаче правительствами США и Великобритании Советскому Союзу в течение девяти месяцев значительного количества вооружения, включая три с половиной тысячи самолетов и четырех с половиной тысяч танков, а также ряда стратегических материалов. Это был значительный шаг в развитии антигитлеровской коалиции, который ускорил принятие правительством США решения о распространении на СССР закона о ленд-лизе. Ленд-лиз – это система передачи взаймы или в аренду другому государству различных материалов, необходимых для обороны. Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США в марте 1941 года. И прежде всего это была помощь сначала Великобритании, но потом ее распространили на Советский Союз. Зимнее наступление Красной Армии под Москвой опять поставило вопрос об открытии Второго фронта. Ну и опять, прежде всего, британцы, они здесь играли решающую роль, сказали, что союзники не готовы. Вместо этого в мае 1942 года в Лондоне был подписан договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против фашистской Германии и ее союзников в Европе. Затем в июне 1942 года было подписано аналогичное советско-американское соглашение, то есть процесс образования антифашистской коалиции завершился летом 1942 года. Тогда же США и Великобритания обязались открыть Второй фронт в 1942 году. Но они его не открыли ни в 1942, ни в 1943, а только в 1944 году, когда стало ясно, что Советский Союз сам может выиграть войну и выйти на Атлантическое побережье Франции. Вот этого союзники наши, так называемые, допустить не могли, и поэтому в июне 1944 года открыли Второй фронт.